всем огромнейший привет сегодня мы поговорим о тех продуктах косметических которые закончились у меня и я поделюсь что мне понравилось что не очень практически все продукты были очень интересные и давайте поговорим о каждом практически все буду хвалить потому что на редкость удачные вещи и многое буду повторять итак начну наверное с шампуня и геля для душа вот такой вот шампунь значит если у вас волосы не крашеные то он вам не понравится если у вас волосы определенно жирные или даже нормальные то он скорее вам не понравится если у вас волосы убитые блондом пережженные которые выглядят без бальзама без масок просто как вата на голове как пакля на голове скорее всего этот шампунь вам понравится потому что он очень хорошо увлажняет очень хорошо собирает посеченные волосинки очень хорошо убирает антистатику с волос и прекрасно их утяжеляет и выравнивает да то есть этот шампунь который не нужно использовать вместе в паре с бальзамом достаточно просто его нанести подержать одну-две минуты и смыть бальзама уже не требуется у него дикий расход для его количество он так и позиционируется для поврежденных сухих волос 400 миллилитров но вы знаете я его успела использовать но наверное за месяц небольшим и могу сказать что я его определенно буду повторять из серии эльце в шампуне он для меня пока номер один но нужно понимать что он в основном для очень очень сухой кожи головы из сухих волос либо комбинированных волос но тогда его чередовать с обычным шампунем его конечно же советую стоит он достаточно небольших денег всего 2 3 доллара и очень очень даже хорошие результаты показал на моих волосах которые у меня в принципе не особо реагируют на разные уходы но от этого средства я увидела прекрасные результаты и могу рекомендовать для блондинок с волнистыми мягкими сухими волосами следующий продукт который сегодня заслуживает определенно моего внимания это роскошь масел с маслом макадамии и экстракта пиона палмолив брала я его давали по акции сумку если не ошибаюсь для пляжа не думала что он мне понравится но вы знаете настолько приятный аромат вот тут и пион который не слишком ярко лезет как пион то есть мягкие ноты учитывая то что здесь добавка масел этот гель не сушит кожу этот гель очень имеет приятный аромат и его не слишком много этого аромата концентрация прекраснейшая продуктом приятно пользоваться упаковка тоже стала лучшим гели палмолив ничего не отломалась крышка на месте все достаточно хорошо работает безусловно палмолив гель для душа это моя большая любовь следующий момент следующий продукт это маскина ай лав лав было у меня его в принципе немного наверное может быть треть бутылки был в пластиковом корпусе который я сняла и вы знаете я уже его допользовала через силу я поняла что если вы хотите разлюбить парфюм то берите по 100 миллилитров что сделаю я если вы хотите любить свой парфюм чтоб он вам не приедался не надоедал никогда не берите по 100 миллилитров потому что от них устаешь и у меня такое ощущение что все таки в тестерах 100 миллилитров даже оригиналах качество чуть чуть похуже чуть чуть похуже со стойкостью чем с флаконами по 30 грамм вот это такое мое наблюдение хотя опять таки я убрала потому что хотелось более выгодно совершить покупку хотелось чтобы он меня долго радовал да маскина ай лав лав он меня долго радовал да я люблю этот аромат уже много лет верна ему но пока повторять я его не буду я еще подумаю на что его поменять и если я закажу себе новый аромат я обязательно об этом запишу в моей коллекции более 40 флаконов если вам интересно запишу всю коллекцию моих парфюмерных ароматов если вам такое видео будет интересно а пока мы переходим к следующему продукту который вот-вот у меня закончится следующий продукт это вот такие маленькие тени и румяна для меня это больше слышали как бутылки упали для меня это большей степени румяна их осталось здесь но практически на мой взгляд но может пару недель применения сейчас я вам покажу то он называется сантал и номер этого тона 92 кстати буржуа румяна считается неубиваемыми у них формула которая как будто бы восстанавливается вот такой цвет румян в принципе они подойдут многим я белокожа но за счет пушистой кисти он дает мне легкий легкий такой вот золотистый румянец прекрасно работает как тени на повседневку особенно на осень и в принципе я вот такими одними тенями вполне могу обойтись и как румяна и как тени два в одном вот такая маленькая коробочка зеркала в принципе мне заменяет два средства я не минималист ни разу но в принципе если вы хотите подобрать что-то универсальное можно к такому продукту присмотреться если вы смуглая барышня на вас он не вообще будут как нежные нежные тени если вы белокожи тестируйте в магазине пожалуйста потому что может быть эффект кирпичей я просто такого эффекта не боюсь мне нравится когда и вот четко выделены скулы и поэтому мне этот сантал эти румяна подошли и вообще румяна от буржуа мне очень нравится напишите пожалуйста кто пользуется румянами буржуа какие вы любите румяна номера из этой серии из этой фирмы буржуа и напишите пожалуйста кто пользуется маскина I love love какие вы любите аналоги этого аромата может быть этот light blue может быть это маскина фани мне очень интересно пообщаться может послушать ваши рекомендации ну и завершает сегодняшнее видео буквально три продукта которые я не могу не показать не похвалить в принципе все хорошие за исключением вот этих вот теней тени насколько мне нравились самом начале настолько я в них разочаровалась это арт-код увидела также у блогера на вот очень хвалила девочка их арт-код номер у нас тройка троечка воляр воляр арт-код значит что мне не понравилось это белорусские тени но они мне не понравились не этим тут красивый вроде бы как фиолетовый цвет очень много шиммера но она настолько все не стойкая и настолько вот сразу комкается и очень очень крупные блестки то есть это вот какой-то макияж который вот буквально для фотосессии ну на может быть на пару минут он и будет хорош да но в реале он очень выглядит дешево эти блестки они вот настолько не выглядят дорого и вот все цвета невнятные ну пожалуй кроме вот этого бронзова но ради одного рефила смотрите этот коричневый неплох бронзов ради одного рефила я не вижу смысла их остановлять стоили они недорого буквально 2 доллара по моему ну в общем вот такая вот гамма невнятный фиолетовый очень крупные блестки в белом и он такой грязновато белый розовый неплохой но тоже розовых у меня много коричневые такие мнения идут он с таким зеленоватым оттенком коричневый сам по себе цвет красивый но мне несмотря на то что у меня зеленые глаза совершенно он не заходит дальше вот такая вот пудра fit me maybelline 105 вы знаете наверное худшая пудра у maybelline я белокожа очень видно на лице единственное за что могу похвалить да она плотно и она не раскололась на черепки то есть с самого конца я ее использовала тут есть зеркало тут есть спонж хороший был я его забрала не нравится ни форма ее не качество общем 105 fit me в квадратной упаковке не советую а в круглой упаковке ванильно-розовую maybelline я люблю и завершающий продукт очень люблю эту серию помад всем я могу посоветовать golden rose у меня это был номер десять в стиле я немножко умерла все ее знают сейчас я вам ее покажу если вы блондинка на вас голубоглаза будет достаточно хорошо стильно выглядеть вот на брюнетках но может быть будет чуть чуть более серой зависит от цвета ваших губ хорошего качества выглядит дорого но вы знаете вот не могу сказать что я и часто пользовалась но закончилась она у меня очень быстро я думаю скорее всего вот эти жидкие помады они имеют свойство высыхать да мне рассказывали девочки что можно дюралайна добавить такое средство в инглот чтобы там что-то еще выковыривать можно снять ограничитель но у меня помад более 50 поэтому я решила свою коллекцию немножко расхламить немножко уменьшить поэтому я не буду судорожно вытаскивать остатки из этой помады а буду использовать по максимуму свою имеющуюся коллекцию вот такое видео вот такие у меня были результаты в использовании косметики и парфюмерии теперь я буду использовать новые средства если вам интересно что я взяла в качестве замены обязательно напишите об этом напишите какие вам нравится тона помады golden rose жидкой также с удовольствием почитаю и какие вам нравятся серые нюды и хотите ли вы видео о всех моих нюдовых помадах также об этом напишите на этом я сегодняшнее видео завершаю я все еще в поиске новой хорошей бюджетной плотной пудры раньше мне очень нравилось clorins clorans clorins по моему сейчас я использую корейскую пудру и пудру everline если хотите обзор на пудры также дайте об этом знать подписывайтесь на канал надеюсь вам было интересно полезно информативно подписывайтесь на канал делитесь вашими какими-то находками в сегменте бюджетной косметики и бюджетной парфюмерии я с огромнейшим удовольствием почитаю и поблагодарю если это мне средство подойдет на этом все увидимся очень скоро всем хорошей косметики хорошего настроения всем пока